Доброго времени суток! Всем, друзья, с вами я, Эдскрайбер. Надеюсь, вы пережили эту ночь. И сегодня у нас топ 5 лучших телефонов уходящего года, или же, можно сказать, уже ушедшего года, ну и на начало 2019 года. Здесь вы не найдете тупого набора флагманов, как это во многих статьях. Это будет действительно народный топ. То есть те телефоны, которые близки зрителю, те телефоны, которые покупались, и те телефоны, которые действительно оказали влияние на 2018 год. Вот, сразу, друзья, оговорюсь или скажу, что это именно мой топ. И пишите в комментариях именно свои телефоны, может быть, я что-то не учел. Если вы согласны, пишите об этом. Если не согласны, пишите тоже об этом. И в этом топе не будут рассматриваться все подробности того или иного телефона. Скорее всего, это будет мой анализ и мое мнение по тому или иному девайсу. Итак, давайте приступим к топу. 5 место. Прошедший весной компания Huawei представила свои новейшие смартфоны из флагманской линейки P20, P20 Pro. Международная презентация обновленной линейки состоялась во французской столице, в городе Париже. P20, P20 Pro является продолжением смартфонов P10 и P10+. И на этот раз отличий от предыдущих моделей гораздо-гораздо больше, чем было раньше. Пожалуй, P20, P20 Pro можно назвать новым поколением безо всяких скидок. Чего только стоит необычная тройная камера, установленная Huawei P20 Pro. Это была, по моему мнению, инновация года на самом деле. И камера Huawei P20 Pro стала одной из лучших камер среди телефонов. Для китайцев это большой прорыв и большой успех. И о них стали серьезно говорить, как о конкурентах компании Apple. А по продажам в России они даже обошли купертиновцев. По характеристикам это телефон Kirin 970, топовый процессор того года у компании Huawei. Android 8.0, EMUI 8.1, OLED дисплей, великолепный. Версия на 6128 была. Bluetooth 4.2, это единственный недочет этой компании. NFC есть, USB, TPC есть. Все, хорошая камера, фронтальная, основная, все отлично. Их порт и аккумулятор на 4000 мАч. Вкупе с OLED дисплеем, мне кажется, это великолепная комбинация. Самое, конечно, интересное в этом телефоне, это тройная основная камера Leica. Два модуля используют привычную для Huawei схему работы. RGB модуль имеет разрешение 40 Мп. Дополняется монохромным модулем с разрешением 20 Мп. Все это для того, чтобы улучшить светосилу. В одном светосила больше, в другом детализация. В общем, вся эта комбинация рождает определенного рода великолепные фотографии. А третья камера является телеобъективом. То есть, вы можете приближать и не терять при этом качество. Также она работает в связке с этим тройным модулем. В общем, все очень закручено, все очень сложно. Но факт остается фактом. Это одни из самых лучших фотографий сегодня на мобильном рынке. А на четвертое место я поставил Meizu 16TH или же Meizu 16. В 2018 году компания Meizu активизировалась и представила публике много смартфонов. Причем половина, если не большая часть, это были флагманы или субфлагманы или же околофлагманы. А вишенкой на всем этом разнообразии стал телефон Meizu 16TH. По характеристикам они здесь абсолютно топовые. Snapdragon 845, Adreno 630, операционная система Android 8.1, экран Super AMOLED. Версия на 6.64 начинается, также есть на 8.128, поддержка nano-сим-карт, ну в общем, все остальные фишки. Bluetooth 5.0, печалька, конечно, этого телефона, потому что NFC в нем отсутствует. Это прям вот боль какая-то, боль, боль и печаль компании Meizu. Но главная заслуга этого телефона, конечно же, не в этом. USB Type-C и батареи на 3010 мАч. Быстрая зарядка M-Charge. А, к слову сказать, наверное, это самый-самый красивый телефон этого года. Продумано на нем абсолютно все. Блестит здесь все. Стеклянная задняя крышка, зеркальная подложка, металлическая боковая хромированная рамка. Смартфон получился весьма броским, красивым. Наверное, Meizu преуспел в этом отношении больше всего. А с камерами здесь тоже, друзья, все в порядке. Все работает. Великолепные-великолепные снимки флагманского уровня. Звук у Meizu 16H просто шикарный. В наушниках и даже через стереодинамики звук насыщенный, густой, яркий, кристально чистый и очень громкий. Смартфон имеет отдельный ЦАК, Qualcomm Arctic и усилитель. Причем наушники можно подключать в старое доброе 30,5 мм гнездо. Собственная система улучшения звучания Meizu представляет набор ручных настроек и в том числе 10-полосный эквалайзер. В общем, Meizu, как обычно, топит за хороший звук, что было как раньше, так и остается сейчас. И это приятно. Спасибо Meizu за то, что держите свою марку и гнете свою линию. Это, конечно, в отношении дизайна. Ну и отдельный респект за то, что вы переходите на Snapdragon. Этот гол для Meizu был в этом плане хорош. Друзья, перед тем, как мы перейдем к тройке лидеров, обязательно попрошу вас поставить лайк. Если вам, конечно же, не жалко. Подписывайся обязательно на этот канал, тем самым ты поддержишь этот канал. Пиши абсолютно любой комментарий. Допустим, Вася, алло, Сихофазатрон или меня зовут Леша, я из Усть-Кузьминска. Ну и все такое. Всем, друзья, хорошего настроения, а мы продолжаем. Тройку лидеров открывает телефон под названием «Не единым Xiaomi жив человек». Это единственный и адекватный конкурент Xiaomi среднего сегмента – Asus Zenfone Max Pro M1. Я не включил сюда M2, потому что пока что я его тестирую. Немножко есть сыроватые вещи, и мне кажется, пройдет месяц-два, и это будет великолепный конкурент. Но пока что Asus Zenfone Max Pro M1 – это готовый и великолепный продукт. Новинка прошлого года отличается емким аккумулятором, крупным экраном и невысокой ценой. Конечно же, здесь есть NFC. Цена при этом не взлетела вверх. Сейчас можно приобрести его на T-Mobile приблизительно за 11 тысяч рублей, версию на 32 гигабайта. Встроенной памяти и оперативки там будет 3 гига. По характеристикам здесь 636-й Snap, Adreno 509, Android 8.1, сенсорный дисплей IPS. Здесь есть тройной лоток для 2 нано-сим и microSD. Wi-Fi здесь на 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, microUSB, ну и батарея на 5000 мАч. Внешний вид нового смартфона Asus во многом наследует Zenfone Max Plus. Здесь тоже металлический корпус с закругленными гранями. Похоже, компания Asus сделала один из самых лучших среднебюджетных смартфонов года. В пользу этого смелого утверждения говорят как минимум несколько обстоятельств. Во-первых, сочетание достойной производительности, прекрасной автономности. Во-вторых, большой экран, неплохого качества и весьма симпатичный цельнометаллический дизайн корпуса. Ну и в-третьих, здесь есть распознавание лица. В принципе, тоже фишка этого года. И Asus обещает обновиться до Android 9.0. Мне кажется, это один из самых лучших телефонов прошедшего года, который дал на самом деле большую бойню компании Xiaomi. Пройдет год-два и действительно, мне кажется, эти телефоны станут на уровень с компанией Xiaomi. А может быть даже и превзойдут их. Второе место. Если бы я не поставил этот телефон на второе место, то меня бы растерзали в пух и прах. Смартфон, о котором сейчас пойдет речь, был представлен в Индии 14 февраля, а другая его версия появилась в Китае 16 марта. Поставляемый в Россию Xiaomi Redmi Note 5 по сути идентичен упомянутой индийской версии Redmi Note 5 Pro. Да, действительно, это бестселлер этого года от китайской компании. По характеристикам здесь Snapdragon 636, Adreno 509, операционная система Android 8.1, хороший экран, поддерживает он 2 сим-карты, Bluetooth 5.0, microUSB, OTG, все есть. Хорошая основная и фронтальная камера. И мне понравилась, как работает стабилизация видео на этом телефоне. Мне кажется, за бюджетные деньги это самая лучшая стабилизация. Здесь представлен аккумулятор на 4000 мАч. Все великолепно. Этот телефон действительно стал ожидаемо бестселлером этого года, именно поэтому он занял второе место, а не предыдущий Asus, который был в этом обзоре. Ведь продано этих телефонов было гораздо больше, хотя он во многом уступает Asus, автономность, материал корпуса и для любителей чистого Android. Asus, конечно, в этом отношении имеет предпочтение, но Xiaomi сделал свое дело. Он продал больше всего экземпляров. Много говорить, друзья, не буду об этом телефоне, потому что сами вы много о нем знаете. И, наверное, нового я ничего вам не расскажу. Многие являются владельцем именно этого телефона, поэтому заслуженное второе место. Ну и кто же на первом месте? Наверное, многие из вас догадались, и это будет заслуженное первое место. Покафон F1. Самый навшумевший, самый непредсказуемый, самый дешевый на флагманском процессоре. И что может быть лучше, Xiaomi представила телефон от суббренда компании. Кстати, друзья, пока мы говорим о Покафоне, в описании к этому видео вы можете найти все другие топы телефонов этого года. Там есть ссылочки на топ лучших телефонов за 100 долларов, 150, там и так далее, и флагманы, и все-все остальное. Поэтому переходи по ссылочке и обязательно смотри. Покафон F1 получил типичный для 2018 года дизайн передней панели. Большой некрасивый вырез, или же монобровь, как ее называют. В нижней части экрана пластиковая черная рамка, закругленная по краям, скрывая небольшую часть дисплея. Ну, конечно же, это колхоз от Xiaomi, но мы уже к этому немножечко привыкаем. Недавно была представлена версия с килловровым покрытием на 628 гигабайт, а ранее такая версия была на 256 гигабайт. Смотрится действительно очень интересно и необычно. Главное, конечно, не как выглядит этот телефон, а что у него под капотом. Конечно, все это хорошо и по характеристикам все великолепно, но самое хорошее, что Xiaomi сделала, она не подвела по прошивке. Прошивка оказалась готова к началу выпуска, не надо было ее допиливать, ну, может быть, совсем только совсем чуть-чуть, но в целом это был уже готовый, хороший продукт, который представила компания Xiaomi. Это всегда очень великолепно, здорово, и это говорит о том, что компания очень хорошо относится к своим продуктам. То есть предоставляет нам всегда готовый продукт. А также насчет жидкостного охлаждения тоже не обманули. Знаменитый блогер разобрал этот телефон полностью, и там действительно оказалась трубка с жидкостным охлаждением. И, друзья, из всех аппаратов, которые были у меня на руках в этом году, он произвел на меня самое большее впечатление. Я сразу забыл про дизайн, потому что особо на это не обращаешь внимания, но вот шустрость, быстродействие этого телефона, что касается самого телефона, раздачи интернета и многих-многих других фишек, то здесь мне понравилось абсолютно все. Я вообще просто не напрягался с этим телефоном, и мне кажется, это заслуженное первое место прорыв этого года, самый лучший телефон этого года, Pocophone F1. Друзья, это был мой топ, с ним, возможно, ты не согласен. Пиши в комментариях, что бы ты включил в этот топ. Всем пока-пока.